Что у шкатулочцы таится? У Палацу Румянцев и Хипаскевича открыли выставу коллекции декоративно-прикладного мастерства с фондов музея. Музычная дорожная для заховывания ювелирных выработок и писем. Экспозиция демонстрирует шкатулки на любых уст и погружая глядача в чаровный свет прагожостя. Самые разные померы, формы, материалы, а так само оздоблённые. Внутри звонку эксклюзив, а как иначе – ручная работа. Нередко сами шкатулки каштовали значно дороже за свой из мест. В книге «Каталог предметам искусства», который Паскевич Фёдор составил в 885 году, описана, например, одна из шкатулок о том, что она из золота, что в ней медальоны с изображением храма готического, тоже драгоценными металлами, и внутри волосы императрицы Марии Фёдоровны и дата её кончины, это супруга Павла I. То есть это не только богатая, как сама по себе, предмет прикладного искусства, но это ещё и мемориальная вещь, очень дорогая, а теперь её цены нет, она хранится в Эрмитаже. У явы шкатулок и табакерок семейного сбора семьи Паскевича, в яке зараз заховываются у фондах Эрмитажа, представлены тут на фотосдымках. Круглые и квадратные, промовугольные и овальные у выгляде великодных яек, фигурок людей, зверов и колесниц. Ранее шкатулка была нямой заховальницей сердечных таемниц, жанучших сокретов и каштоуностей. С учасным прогожунем об таким застаётся только марить. Поведомления у социальной сетцы у шкатулку не покладёшь.